150 килограммов, столько гуманитарной помощи собрали в помощь беженцам Донбасса в свято-троицком храме поселка Октябрьский. Двухнедельная акция стартовала 9 июля. Насколько активны были прихожане и как в храме готовятся к отправке вещей и продуктов, узнали мои коллеги. В нашем храме мы обычно ставим такую корзину, пишем, что это беженцы на Донбасс. И люди приходят, специально кладут сюда, в корзину пожертвований, которые определены для беженцев. Акция по сбору помощи без пяти минут завершена и корзина практически пуста. Все, что прихожане принесли ранее, перемещается в трапезную, где настоятель определил место хранения. Сервы, да, знаете, вот эти макароны, быстрое приготовление, да. Люди принесли, ну, все это. Тут не очень много. Ну, в прошлый раз было побольше немножко, где-то раз в полтора. Сейчас, ну, летом, сами понимаете, отпуска там. Раньше все-таки собирали дольше, по-моему, мы недели две первый раз мы собирали. В этот раз меньше, по-моему, дней десять. В трапезной работает волонтер Акаки Лалиашвили. Часть гуманитарной помощи он уже упаковал. Консервы рыбные и мясные. Внизу тоже конфеты. Печенье там, средства гигиены, вот эти большие коробки. В обязанности волонтеров входит сортировка вещей, упаковка и взвешивание. На сегодняшний день собрали порядка 150 килограммов. Упаковывает по принципу. Вещи отдельно, продукты отдельно. Вот очень много пакетов таких разовых. Тарелки разовые, палочки ушные. Пастельное белье тоже можно вот сюда определить, потому что все время приносят разное. И так, что вот именно пастельное белье в одном месте, так, к сожалению, не получается. Главное требование к собранным вещам, одежде и обуви, они должны быть новыми. Для продуктов свой критерий – долгий срок хранения. Завтра мы централизованы, это все отвезем уже на склад и парахиальные в Подольский район. В акции по сбору помощи для беженцев Донбасса Свято-Троицкий храм участвует в третий раз. В церкви уверены, что в следующий раз соберут еще больше. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.